Здравствуйте! Эфир Слудского телевидения продолжает информационная программа «Время новостей». В студии Наталья Волот. В ближайшее время вы узнаете о главных событиях уходящей недели. 101 год белорусской милиции. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел Республики Беларусь отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. В этот день Стражи Порядка получат поздравления, особо отличившиеся на службе награды и благодарности от руководства. Отрадно, что именно в свой 100-летний юбилей Слуцкий РОВД признан лучшим в Минской области. А также в число лучших вошли сразу 4 подразделения – оперативно-дежурная служба, уголовно-исполнительная инспекция, инспекция по делам несовершеннолетних, отделение по гражданству и миграции. Кроме того, два сотрудника отдела признаны лучшими по профессии в Минской области. На собрании коллегии были подведены итоги оперативно-служебной деятельности милиции столичного региона за 2017 год. Руководством УВД Минщины был вручен переходящий приз Слуцкому РОВД имени генерала-майора милиции Геннадия Васильевича Пукова. Это стало результатом слаженности действий всех служб по раскрытию преступлений, профилактике преступлений и правонарушений. По линии уголовного розыска раскрыто 65,8% преступлений. Хорошая работа нашего отдела, я думаю, благодаря тому, что в отделе существует такое понимание, как строгость, взаимодействие, взаимопонимание между службами, также качественное обращение к гражданам, понимание граждан, вежливость. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, разрешите мне от лица руководства отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома поздравить всех с Днем Белорусской милиции. Пожелать прежде всего здоровья, семейного благополучия, чтобы поменьше было у нас тяжелых и напряженных будней, чтобы исполнялись все наши желания. Отдельно хочется поздравить наших ветеранов, пожелать еще раз им крепкого здоровья, сказать слова благодарности за то, что воспитывали нынешнее поколение Слуцкой милиции, Слуцких милиционеров. И благодаря, в том числе и вашей науке, благодаря вашим вложенным усилиям, отдел на сегодняшний день находится на достаточно высоких позициях. И этот праздник мы встречаем с высоко поднятой головой. Еще раз всех с праздником. Это значимый отрезок времени в истории государства. Все эти годы сотрудники органов внутренних дел достойно выполняли свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность граждан нашей страны. Мы заветно служили Отечеству. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем Милиции. Выражаем огромное уважение и благодарность за ваш ежедневный труд. С начала недели в Беларуси временно приостановили работу частное маршрутное такси Междугороднего сообщения. Данные изменения произошли с обновлением закона об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. Детали дальнейшей работы компании сейчас обсуждаются на многочисленных собраниях по всей стране. Мнение сторон конфликта на Случине узнал наш корреспондент. Утро понедельника 26 февраля стало неспокойным для всей Беларуси. Многие частные междугородние маршрутные такси не вышли в рейс, тем самым создав трудности для тысяч пассажиров. Причиной транспортного коллапса стали вступившие в силу изменения в законе об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. Новая редакция разрешает индивидуальным предпринимателям работать только при сотрудничестве с оператором, которого назначает Минск Транс. При этом начальной и конечной остановками рейсов должны стать автовокзалы, и весь маршрут микроавтобуса должен быть разработан и согласован заранее. Также ходит информация, что билеты могут продаваться только в кассах. Во вторник в здании автовокзала прошло собрание слуцких маршрутчиков с представителями Минск Транса, на котором водителям рассказали, что через три месяца в Слуцке проведут тендер, по результатам которого выберут одну компанию, которая и будет осуществлять регулярные перевозки. А пока идут баталии, уже названные в народе маршруточными войнами, от случившихся нововведений страдают местные жители, многие из которых не могут вовремя попасть на работу в Минск. Слуцкий автопарк уже среагировал на ситуацию и добавил дополнительные рейсы. У нас до вступления в силу закона о транспорте через наш автовокзал регулярно каждый день проходили три оборотных рейса. На сегодняшний день, с учетом того, что не все перевозчики частной формы собственности, которые работали в нерегулярном режиме, работают на сегодняшний день, дополнительно выделены еще четыре маршрута, четыре рейса, которые каждый день и ежедневно проходят. Также дополнительно выделены еще четыре оборотных рейса предприятиям Минстранс. Поэтому я думаю, что никаких проблем с тем, чтобы добраться до Минска, у жителей города Суцка не будет. Ну и после встречи, которая прошла вчера на автовокзале с участием перевозчиков вне государственной формы собственности, я надеюсь, что они тоже будут участвовать в регулярных пассажирских перевозках и в ближайшее время будут работать и соблюдать закон, как и всем. Действительно, в расписание автовокзала добавились новые рейсы автобусов. Да и проезд там хоть и незначительно, но дешевле, чем в микроавтобусах. Но минусы все равно присутствуют. Во-первых, в будние дни первый автобус отправляется из Суцка в 6-10 и прибывает на вокзал в Минск почти в 8 часов. Из-за этого многие люди не успевают на работу. Во-вторых, время в пути больше почти в два раза по сравнению с маршруткой. И третий, пожалуй, самый главный минус – это то, что автобусы с автовокзала отправляются по мере заполняемости. А если не соберется нужное количество человек, то рейса может и не быть вовсе. В сложившейся ситуации не растерялись так называемые бомбилы. И пока автовокзал участники спорят, они зарабатывают, завышая стоимость проезда в несколько раз. Так, в понедельник до Минска можно было доехать за 15 рублей, что превышает стоимость маршрутки в 2,5 раза. Мнения местных жителей разделились. Часть людей поддерживает нововведение, часть требует вернуть комфортабельные маршрутки. Особенно жаркие споры ведутся в социальных сетях. У нас люди в шоке. Как так и почему? Маршрутка – это единственный удобный транспорт доехать из Солигорска в Сморгонь. Мало того, что дешевле, чем государственный, так еще доехать можно каждый час. Мы только за маршрутное такси. И почему ГроднооблАвтотранс должен работать по-белому, а вы полулегально? Где же те самые равные условия? Если бы не грабили вокзалы с конца 90-х, то там техника была бы не хуже, чем у нелегалов. Уважаемые маршрутчики, спасибо вам за прошлые годы поездок. Сильно расстроилось, что не могу воспользоваться вашими услугами. С вами было очень комфортно ездить. Водители популярных сервисов перевозок «Три семерки» и «Три девятки» сейчас, как и многие их коллеги по всей стране, находятся в растерянности и не знают, что делать дальше. Делайте там, не знаю, цену ниже, вай-фай ставьте там покруче или там автобус поновее. Ну, и давайте, конкурируйте. Нет? Так же лучше конкурировать. Нас закрыть и на это же время, на это же условиях поехать просто. Все. Мы ездили в 5 утра, начинали с 5 и заканчивали из Слуцка. У нас выезд был на 8. Большинство пассажиров к 8 утра едут на работу в Минск, а у нас от вокзала, отвечаю, даже вчера случай был, 8.05 будет только первый автобус. И то, если люди соберутся, он поедет. Как пассажирам добираться на работу? У нас было такое, один и два везли. И пустые ехали, чтобы оттуда забрать. И пустые ехали, потому что в Минске есть люди. А по новостям говорят, что мы не ездим. Они хотят контролировать, чтобы мы выполняли свои рейсы. Мы так и выполняли. Типа билетик, который вокзал дает, защищает пассажиров от предвидетельных обстоятельств. А у нас у каждого пассажира есть страховки. У каждой машины лежат. Все пассажиры едут застрахованы. 5 тысяч евро застрахован каждый пассажир. Да. В зависимости от количества машин. Независимо от того, ты едешь полный, 15 человек везешь, одного ты везешь. Каждый пассажир, в случае чего, застрахован на 5 тысяч евро. И это у нас принудительно. Мы не можем ехать. Пассажир, если сел в автобус, он уже застраховал себя. А то, что говорят по телевидению, что вам не дали билет, а дали чек, ты уже не застрахован. Как такое может быть? Для чего мы тогда вот это вот все платим? Кассовые аппараты зачем? Зачем мы кассовые аппараты покупали? Зачем мы вообще платим налог? В налоговой к нам никаких вопросов нет. Что мы хотим? Мы хотим... Работать, как и работали раньше. Работать, работали. Людям это тоже хорошо было. Нам просто перекрывают кислород, не дают свободы, как говорится. У каждого человека, у каждого пассажира должно быть право выбора. Ехать с нами, ехать с вокзалом. Как бы... Это же никто не запрещает. В среду водители маршрутных такси уже начали собирать подписи во всех городах Беларуси для коллективного обращения к президенту, чтобы попытаться отстоять свое право на перевозки. Как разрешится сложившаяся ситуация, и на чьей стороне окажется правда, покажет время. А нам, простым пассажирам, остается лишь надеяться, что в ближайшее время автомобильное сообщение между Слуцком и Минском вновь стабилизируется. Влада Широкая, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ. Весна в Слуцке началась со снегопадов и сильного ветра. По данным Белгидромета, 1 марта выпало более 5 мм осадков. Это значит, что снежный покров составил 13 см. Первые дни весны в Слуцке будут снежными и ветренными. Порывы ветра будут достигать 13 м в секунду. Прогнозируется, что снег будет идти все выходные. Познакомиться с профессией спасателя слуцкие школьники смогли на ярмарке профессий, которая проходила в Слуцкой районной центральной библиотеке. Учитель, артист, водитель, водолаз. В мире существует сотни профессий, и каждая из них интересна и привлекательна по-своему. Как можно больше узнать о различных специальностях, помочь определиться в выборе и дать полезную информацию для размышления, помогает мероприятие ярмарка профессий, организованная Слуцкой районной центральной библиотекой для школьников 8-9 классов. Мы ставим такую задачу, привлечь потенциальных читателей в библиотеку, чтобы они увидели, что на книжных полках есть очень много литературы, как справочной, так и художественной, о разных профессиях. На традиционном мероприятии в этом году школьники познакомились с профессиями, которые относятся к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Сегодня в рамках акции «Безопасность каждый дом» мы посетили данное заведение, в котором завершаем данную акцию и собрали школьников с Лидского района. Побеседуем с ними о безопасности жизнедеятельности, проведем занимательную викторину и познакомим их с профессией спасателя. Занимательные фильмы, викторины, интересные случаи из жизни подготовили сотрудники Слуцкого ручей для ребят. Кроме того, они рассказали, куда и как можно поступить, чтобы получить профессию пожарного спасателя. Участники мероприятия могли задать любой интересующий их вопрос, ну и, конечно, примерить форму спасателя. Мне понравилось то, что рассказывают очень интересные истории из жизни, о личном опыте, как стать МЧСником. Я очень рада, что я смог задать свои вопросы и узнать на них ответы. Заполнилось, как вообще нужно поступать туда и как нужно учиться. Мне заполнилось то, что сам МЧСник рассказывал о том, как он становился, куда он пошел, куда поступил. Мне бы хотелось стать МЧСником, поскольку это достаточно интересная профессия, и помогать людям – это достаточно достойно. Интересная и она, конечно же, нужна. Екатерина Никитина, Игорь Олейников, Слузг ТВ. С 1 марта по 15 апреля вводится запрет на лов щуки обыкновенной. В случае добычи данного вида рыбы, необходимо выпустить ее обратно в рыболовное угодье. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин. Если размер причиненного вреда составляет 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность. Также напоминаем, что действует запрет на вылов сома обыкновенного, который заканчивается 31 марта. Сумма возмещения вреда в случае незаконной добычи одной особи сома в запретный период составит 12 базовых величин. Наш эфир продолжит еженедельная рубрика «ЧП. Обзор за неделю». «ЧП. Обзор за неделю» В Слудском районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем». Акция пройдет с 1 по 30 марта текущего года на территории Слудского района. Республиканская акция посвящена Всемирному дню гражданской обороны. В рамках этой акции, приуроченной к дню гражданской обороны, мы будем проводить в учреждениях образования Слудского района, дабы школьники наши всегда были готовы к любой непредвиденной ситуации. Сотрудники Слудского районного отдела чрезвычайных ситуаций проведут единый день гражданской обороны. В учреждениях образования с отработкой плана эвакуации и посетят родительские собрания в учреждениях образования района. Также будет проведена профилактическая работа по обучению персонала гостиниц, гостиничных комплексов, пансионатов и хостелов. За прошедшую неделю на территории Слудского района зарегистрировано 10 преступлений по линии уголовного розыска, 6 краж, 4 мошенничества. Остаются нераскрытыми 3 кражи. Обстановка достаточно напряженная, поэтому еще раз хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой смотреть за своим личным имуществом. В Слудском районе женщина и ее 10-летний сын пострадали в ДТП. В конце февраля женщина ехала на автомобиле «Вольво» со стороны Слудска в направлении деревни Лядно Слудского района. Она не справилась с управлением и съехала в Кювет, где машина перевернулась. В результате аварии водители и ее 10-летний сын получили телесные травмы и были доставлены в больницу. Женщина и ребенок были пристегнуты ремнями безопасности, что, конечно, уберегло их от более серьезных травм. Предварительная причина ДТП – утомленное состояние водителя за рулем. ДТП в Солигорском районе со смертельным исходом. ДТП произошло вблизи деревни Кутнево Солигорского района. Компания молодых людей после праздника возвращалась из Любанского района в Солигорск, посадив за руль трезвого водителя. При подъезде к повороту на деревне Кутнево водитель не учел погодные условия и не справился с управлением. На месте ДТП погиб хозяин автомобиля 1995 года рождения, находившийся на заднем сиденье. Всего в салоне ехало 4 человека. 23 февраля в Копольском районе водитель 1970 года рождения, двигаясь на автомобиле Ford Galaxy в направлении города Кополя, во избежание наезда на пешехода изменил направление движения, съехал в Кувет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Известно, что пешеход 1986 года рождения находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами. Сразу несколько пожаров произошло за прошедшие выходные. Один из них, к сожалению, обернулся трагедией. По приезду спасателей в деревню Прощицы был обнаружен труп пенсионерки. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Еще одно возгорание жилого дома произошло в деревне Замосте Слудского района. В результате пожара уничтожена кровля, частично выгорели жилые комнаты второго этажа. Рассматриваются две версии возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал. В связи со сложными погодными условиями ГАИ рекомендует воздержаться от дальних поездок. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Если все же придется отправиться в дорогу, то необходимо тщательно проверить автомобиль и убедиться в его технической исправности. Также важно тепло одеться. Не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос горячим чаем. В связи со сложными погодными условиями ГАИ работает в усиленном режиме. Инспекторы ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам. Уже совсем скоро наступит долгожданный весенний праздник – 8 марта. Мы решили в этот раз детишками порадовать оригинальными поздравлениями наших мам и сделать им сюрприз. Ведь в жизни самое главное – это наши дети. Именно детские поздравления – самые трогательные, искренние и нежные. Они обязательно заставят всех мамочек улыбнуться. Отправь свое видеопоздравление для мамы в дирекцию телепрограммы Слуцк ТВ, в группу ВКонтакте или на почтовый ящик Слуцк ТВ собакатвгарант.бай. Оно должно быть не более трех минут, за которые нужно успеть сказать своей маме слова любви и благодарности. Нестандартные и оригинальные подходы к видео приветствуются. Конкурсные работы будут показаны в эфире Слуцк ТВ. Первых 30 участников мы пригласим в развлекательный центр «Лео», где вы, наши любимые дети, сможете вдоволь развлечься в лабиринте, поучаствовать в игровой программе, а 10 мамочек, которых выберет счастливый случай, получат особенный приз. Ждем ваши видеопоздравления. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Следите за новостями в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего хорошего! Продолжение следует...